Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь, поучение Святаго Иоанна Затауста о пользе молитвы. Нет подлинно, нет ничего сильнее молитвы и даже ничего равного ей. Не столько блистает царь, одетый в багреницу, сколько молящийся, украшенный, беседую с Богом. Как тот, кто в присутствии войска, военачальников, вельмож и многих градоначальников, приблизившись к царю и вступив наедине в беседу с ним, обращает на себя взоры всех и удостаивается уважения, так точно бывает и с молящимися. И вы представь, сколько великое дело в присутствии ангелов, архангелов, серафимов, херувимов и всех прочих сил простому человеку приступить с великим дерзновением и беседовать с царем этих сил. С какой не может это сравниться честью. И не только честь, но и величайшая польза может быть для нас от молитвы еще прежде, нежели мы получим то, чего просим. Ибо как скоро кто-нибудь прострет руки к небу и произовет Бога, тотчас он отрешается от всех дел человеческих и обращается мыслью в будущей жизни. Представляет небесные блага и не имеет ничего общего с дешнюю жизнью во время молитвы, если молится со вниманием. Но воспламенится ли в нем гнев, он легко укращается. Возгорится ли похоть, она потухнет. Станет ли терзать его зависть, она весьма удобно прогоняется и совершается то же, что бывает по словам пророка при восходе солнца. А что же он говорит? Ты простираешь тьму и бывает ночь, во время нее бродят все лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Как при появлении солнечных лучей все звери обращаются в бегство и прячутся в свои норы, так точно, когда молитва, как бы какой луч, появится из уст наших, из языка. Ум наш просвещается, а все безумные зверские страсти прогоняются, обращаются в бегство и скрываются в свои убежища. Если только мы молимся прилежно, с напряженной душой и бодрым умом, тогда хотя бы присутствовал дьявол, он обращается в бегство, хотя бы бес, он удаляется. Ибо если тогда, как господин беседует с рабом, никто из подобных рабов и даже никто из имеющих пред ним дерзновения не смеет подойти и беспокоить, то тем более бесы, как оскорбившие Бога и не имеющие пред ним дерзновения, не могут беспокоить нас, беседующих с Богом с надлежащим усердием. Молитва есть пристань для обуреваемых, якорь для колеблемых волнами, трость немощных, сокровища бедных, тверды небогатых, истребительница болезней, страж здоровья. Молитва сохраняет несомненным наше добро и скоро устраняет зло. Если нас постигнет искушение, она легко прогоняет его. Если случится потеря имущества или что-нибудь другое, причиняющее скорбь нашей душе, все это она скоро изглаждает. Молитва прогоняет всякую скорбь, доставляет благодушие, способствует постоянному удовольствию, есть мать любомудрия. Кто может прилежно молиться, тот хотя бы был беднее всех, богатее всех. Напротив, кто не упражняется в молитве, тот хотя бы сидел на самом царском престоле, беднее всех. Ахав не был ли царем и не владел ли бесчисленным количеством золота и серебра. Но так как он не возносил молитвы, то ходил искать Илью, человека, не имевшего ни убежища, ни одежды, только имевшего одну милость. Что же это, скажи мне, ты, имеющий столько сокровищ, ищешь, не имеющего ничего? Да, говорит он, ибо какая мне польза от сокровищ, когда он заключил небо и сделал все для нас бесполезным. Видишь ли, как Илья был богатее Ахава. Как только он изрек слово, царь впал в великую бедность со всем своим войском. О, дивное дело! Человек, не имеющий даже одежды, заключил небо. А потому он и заключил небо, что не имел одежды. Так как он здесь ничего не имел, то и показал великую силу. Он только разверз уста и низвел свыше бесчисленные сокровища благ. О, уста, имеющие источники дождей! О, язык, источающий потоки дождя! О, голос, производящий бесчисленные блага! Так, взирая постоянно на этого бедного и вместе богатого, потому что он был беден, будем презирать настоящее и желать будущего. И вот таким образом мы получим все, и здешние, и тамошние блага, которые досподобимся всем и благодатью человека любим Господа нашего и Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.